Добрый день, друзья! Я Евгений Романенко. Если вы пользуетесь криптоактивами, то вопросы кибербезопасности или криптобезопасности вас могли затрагивать, либо вы ничего об этом не знали, до первой потери криптовалют, что болезненно и частенько не восстанавливаемо. Гигиена пользователя криптоактивов, кибербезопасность – это важнейшие вещи, которые большинство пользователей, к сожалению, плохо осознаются. Сегодня со мной на связи Юрий Милащенко, генеральный директор Security Services Group, создатель кондома для Фейсбука, мессенджера, защищенного и много чего еще, док о вопросах кибербезопасности. И мы сегодня с ним обсудим базовые ошибки, которые совершают единая доля пользователей крипты, правила гигиены, базовые правила грамотности, безопасности и так далее. Юра, приветствую тебя! Давай начнем с того, что ты расскажешь, какие главные вопиющие ошибки совершают пользователи криптовалют, от которых ты уже устал, но они совершают и продолжают иметь место быть. Приветствую, Евгений! И, конечно же, я хочу начать с идеологических аспектов вообще возникновения этих всех правил кибергигиены. Людям свойственно ошибаться не только в сфере криптовалют, а и в любых остальных сферах жизни. Но без формирования навыков очень трудно просто по книге, запоминая какие-то правила кибергигиены, особенно для человека, который не из-за идти мира, что-то с этим сделать и таким образом защититься. Тут же нужно иногда посмотреть матчасть, прочитать, что такое криптовалюты, как работает блокчейн, чтобы в своей голове понимать эти все процессы. Зачастую у не технаря сразу же будет какая-то антипатия к таким техническим вещам, и они быстро закроют эту книгу и перейдут уже к каким-то практическим правилам. Но даже их сложно запомнить, и желательно использовать какие-то вещи, сервисы, продукты уже из коробки, где за пользователя подумал вендор этого сервиса. Зачастую как раз пользователи считают, что за них думает биржа, за них думает создатель криптокошелька, но как раз в этом случае это не всегда так. И поэтому пользователь, используя криптовалюту, 100% несет ответственность за ее безопасность, за хранение этих криптовалют. Итак, главные ошибки, которые совершает пользователь, вот есть явление фишинга, есть явление совершенно легкомышленного, безответственного отношения к сохранности своих приватных ключей, пользователями конституционными решениями, выдача сетфразы по требованию мошенников и так далее и тому подобное. Базовые вещи, от которых у нас волосы стоят дыбом. Это действительно пользователь забывает сетфразу, не хранит бэкапы сетфраз в разных местах, и поскольку сетфразу «восстановить кроме пользователя никто не может», это приводит к утере доступа к криптоактивам. По поводу фишинга можно говорить очень долго, но самое главное правило антифишинга – это критическое мышление. Это мы выдыхаем, внимательно смотрим на хедер письма, это как минимум имейл, с которого нам это письмо пришло, там, возможно, будут использованы похожие буквы, которые используются в официальных имейлах бирж тех же, в основном от них приходит фишинг, либо каких-то других сервисов из криптомира. То есть это второе правило – критичное мышление и проверка визуально хотя бы этих писем. Ну и дальше это, как минимум, использование отдельного компьютера для работы с криптовалютами. Это уже намного лучше, чем использовать компьютер детей, родителей, жены, либо свой обычный, где вы смотрите фильмы и серфите по интернету, поскольку взлом – это не ежесекундное, не ежемоментное событие. Вас могли взломать, например, месяц назад, вы об этом никогда не узнаете, если взлом удался, и через какое-то время, ожидая крупный баланс на вашем счету, человек делает уже транзакции. Но это не означает, что именно в тот момент, когда у вас что-то украли, в этот момент вас и взломали. Взлом, к сожалению, происходит невидимо и заранее. Плюс отсутствие в интернете банальной статистики от пострадавших людей и банальных историй, чтобы другие, прочитав эти истории, не попадались. Вот эти основные аспекты. Как ты считаешь, почему люди столь безответственно отдают свою крипту третьим лицам, централизованным посредникам, считая, что они уберегут ее надежнее? Хотя крипта как раз и создана для того, чтобы не отдавать ее посредникам, в отличие от денег банки, самому распоряжаться, самому хранить. Это же главное свойство крипта. Почему люди так расстаются с ним легко во имя сервиса, во имя вещаний? Это лень, это незнание, это непонимание сути, это игнорирование. Что это такое? Ну, зачастую DEX, это децентрализированные биржи для многих обычных криптоэнтузиастов, которые глубоко не погружаются в вопрос, это Blackbox полный. Например, лично мои товарищи, которые занимаются трейдингом, они не используют DEX, они используют только централизированные решения биржи, то есть там Binance, Kraken, Coinbase, в общем, грубо говоря, те же банки, только для криптовалют. Возможно, это большое доверие, да, это официальные, скажем так, компании, это как доверие банку. То есть тебе кажется, что кинуть тебя крайне невыгодно такой большой корпорации, и, наверное, это чисто психология, потому что, на самом деле, для меня DEX, я тоже до конца не понимаю, я бы спрашивал, open source, не open source, да, где комиссия, где зарыта собака, то есть откуда бабки? Это очень главный вопрос. В бирже понятно, откуда бабки, это зарабатывание на комиссии, это масс-маркет, и, собственно, люди стараются пойти туда, где для них максимально понятно, но вместе с этим они забывают, что биржа не будет их предупреждать о наличии ключей приватных у биржи, потому что это невыгодно бирже с точки зрения маркетинга, да, и привлечения пользователя. Поэтому надо запоминать самую главную фразу, not your keys, not your coins, не твои ключи, не твои монеты. Можно даже татуировку себе где-то сделать этой фразой, потому что она и определяет потом последствия, либо их отсутствие от взлома, либо блокировки средств. Вам на вашем некостодиальном кошельке невозможно заблокировать средства. Вот это тоже важно понимать, поскольку... Я правильно понимаю, что ты намекаешь на то, что наличие централизованного посредника, то есть передача своей крипты крупной бирже, какому-нибудь другому там провайдеру услуг, который говорит, отдай мне свою крипту, зачем тебе палиться с хранением, это не только не усиление безопасности, кибербезопасности, а наоборот увеличение риска потери средств, потому что мы передаем самое важное, что у нас есть, ключ от квартиры, где деньги лежат. Not your keys, мы передаем наши ключи ему, и наши coins становятся не наши coins, мы этого даже не осознаем, хотя нам кажется, что это защита, это увеличение риска. Ну представим, что вы арендовали в банке ячейку какую-то, положили туда миллион долларов. Вопрос, неужели владелец банка не может открыть это хранилище, взять циркулярную пилу, если у него нет ключа, и разрезать эту ячейку, достать ваш миллион долларов, если он может это сделать технически, правильно? Поэтому биржи, скажем так, держат от такого исхода событий, ну понятное дело, только закон и какой-то контроль, да, там со стороны правоохранительных органов, СЭКа, лицензиаты и так далее, но технически биржа может банально украсть ваши криптовалюты, им за это что-то будет, либо нет, но техническая возможность есть. Так же, как и в банках, есть техническая возможность по запросу выдать содержимое ячейки, либо самостоятельно оттуда забрать. То есть так же и биржа по запросу выдаст полностью KYC, ваши документы, если они до этого не будут проданы черным на руку сотрудникам где-то в DarkWave, который будет торговать балансами особо жирных клиентов. Исключительно поэтому я призываю минимум на бирже хранить только для торговли и лучше регулярно тратить на сейчас безумно высокую комиссию в эфире и биткоине, но лучше гонять туда-сюда ваши криптоактивы, чтобы не хранить большую сумму именно на кастодиальном хранилище, то бишь бирже. Итак, главный принцип, перефразирую, это сохранность крипты, это ваш личный контроль за приватными ключами, никому их не передача. То есть your keys, your coins. Сохранность крипты, это тождественно сохранности приватных ключей, надежной сохранности, либо сохранности ситфразы, которая разворачивается с приватным ключей публичным. Вот здесь мы переходим к главным рекомендациям по сохранности приватных ключей от своей крипты и сохранности ситфразы. Дай, пожалуйста, три самые главные, а потом я скажу, где можно получить будут остальные рекомендации и в принципе с тобой лично обсудить вопросы сохранности собственной рекомендации. Мы храним ситфразы и приватные ключи в трех разных местах. Это может быть шифрованное какое-то облако, куда вы положили криптоконтейнер, в котором это ситфразы. Знаете, как кощей, яйцо, курица, в общем, многослойность этой защиты. Потом вы можете использовать специальную защищенную флешку с паролем, тоже на этой флешке вы можете хранить бэкап, собственно, ситфразы и криптокошелек. И, конечно же, на бумаге. На бумаге запишите ручками ситфразу. Я не буду ничего специально говорить про голову, поскольку, в принципе, если вы регулярно восстанавливаете по ситфразе доступ к вашим криптоактивам, то в вашей голове по-любому эти 12 слов минимум останутся и зафиксируются там. Поэтому по рекомендациям по хранению ситфразы это первый пункт. Второй пункт. Обращайте внимание, критично мыслите насчет писем, незнакомых писем, даже знакомых писем. Лучше 10 раз перепроверить, либо не реагировать ни на какие призывы, что-то кому-то дать, восстановить и переслать. И если вам что-то там написано о блокировке того или иного аккаунта, лучше не пишите сразу из письма в support, не клацайте по кнопкам. Отдельно откройте отдельное окно, загуглите биржу и через уже конкретный правильный сайт, помеченный СССР сертификатом, замочком, заходите на биржу и задаете вопросы. Никогда не переходите по ссылкам из писем, даже для удобства. На самом деле даже это маленькое правило уже многих спасло от потенциальных проблем. И последнее, все-таки использование отдельного компьютера, отдельного ноутбука для работы с криптовалютами уже существенно минимизирует проблемы потенциальные от каких-то кибер рисков. Плюс все-таки двуфакторная аутентификация, это вместе с третьим правилом, используем всегда на все аккаунты, мессенджеры, аккаунты, почты, биржи. Вот такой ключ, типа фидотокен, физический второй фактор, не используем смс и используем гугл аутентификатор. Потеряли телефон с гуглом, не беда, есть такой ключик. Потеряли ключик, есть гугл аутентификатор. По теории вероятности сразу все потерять, если их тоже хранить в разных местах, крайне сложно. Как ты считаешь, будет ли со временем расти в целом уровень киберграмотности? Мы все-таки научились работать в интернете, и слова двухфакторная аутентификация стала для нас известна. Вот с криптой будет ли так? Или это навсегда останется огромной, сложной технической областью, требующей знаний, устройства блокчейна, криптографии и так далее, в которой большинство людей будут бессильны и будут зависимы от специалистов по кибербезопасности, таких как ты, например? Ну, смотрите, предположим, да, вот рассмотрим банальную ситуацию, там есть ребенок, да, и ему родители говорят, что если ты будешь заниматься каким-то криминалом, то тебя посадят в тюрьму. Ребенок, а, услышал эту рекомендацию, и в первый случай он взял там, занялся каким-то криминалом, кого-то побил, ограбил, и его либо словили и посадили в тюрьму, либо не словили. Но что это означает? Он прочитал правила, то бишь родители ему сказали какие-то правила, и он все равно пренебрег этими правилами, и ему либо повезло, и он какое-то время находится в режиме безнаказанности, его никто не может словить. А второй случай – это то, что он получил, понес наказание. Поэтому мы, зная правила или изучая правила кибергигиены, правила цифровой грамотности, они писаны цифровой кровью, да, как говорится. Но мы можем либо стать умнее, когда нас взломают, и мы поймем, что, наверное, потеряли очень много денег, это больно, после этого на какое-то время у нас отложится в голове вот эта паранойя. Либо же мы должны, грубо говоря, попасть на некий тренажер виртуальный наших знаний. И такой тренажер мы собираемся с коллегами скоро запустить. То есть это софт, скиллы, это софт, грубо говоря, способ не попасть. Для подростка, если бы это был тренажер, если бы дядя милиционер к нему подошел и сказал, а это был розыгрыш, больше так никогда не делай. Человек сразу поймет, что фух, слава богу, это были учения, и, к сожалению, в сфере кибербезопасности таких учений именно в разрезе B2C практически не существует. Есть киберучения для солдат, для киберсолдат, для компаний, корпораций, там, где тренируют Blue Team, Red Team, ну, это уже хакеров тренируют. Такие действительно тренинги, полигоны, киберполигоны существуют, но все забывают про нас с вами, про обычных людей. Поэтому только тренировка навыков к противостоянию киберугрозам даст эффект для всех, кто эти знания захочет получить. Итак, теоретические знания о том, как устроен блокчейн, работают криптовалюты, и практические навыки отшлифовки. Я думаю, что тренинги по кибербезопасности весьма скоро станут популярны на рынке нашим. Мы увидим их провайдер, ты, наверное, будешь одним из них. Ну, а для вас, уважаемые дамы и господа, напомню, что 25 марта Юрий будет спикером на блокчейн-биткоин-конференске от компании SmileX, авторитетного организатора крипто-ивентов, и будет выступать там с темой кибербезопасность в криптосреде, защита и хранение цифровых активов. И вот все то, что он сжато сегодня рассказал, более подробно он расскажет в докладе. Ну, а лично вы сможете там с ним познакомиться и выработать, я думаю, даже свою собственную стратегию по сохранности криптоактивов, потому что криптоконсультант, консультант по кибербезопасности, это тоже уже существующая, наверное, профессия, как консультант по безопасности бизнеса, она уже тоже обязана прийти в наш. Очень интересно от людей будут послушать их методы защиты уже сегодня, поскольку в Zoom-конференциях очень сложно иметь интерактивное общение, когда физически люди из зала будут задавать вопросы, и я это всегда приветствую, еще не этого жду, потому что очень интересно услышать другую позицию, другое мнение, скорее всего, люди даже с каким-то опытом все равно будут присутствовать на конференции, и очень важно получить именно этот фидбэк. И, возможно, стратегии посетителей конференции будут очень эффективными и весьма познавательными для всех остальных. Итак, уважаемые дамы и господа, нет того человека, если вы касаетесь крипты ручками, как бы ни было, то вопросы кибербезопасности прямо к вам относятся. И в случае, как со здоровьем у вас есть в организме иммунитет, вот здесь иммунитет – это знания и навыки. Направление кибербезопасности собственной личной стратегии вы поймете на конференции 25 марта Большей Битком конференции в Киев. Приходите, знакомьтесь с Юрой. Увидимся. До встречи на ивенте. Пока. До встречи.